Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. И сегодня, как всегда, мы встречаемся с одним из представителей общепита. Сегодня моим гостем является человек, которого я знаю, можно сказать, с детства. Даниэль Марьяш, человек, который занимается организацией мероприятий, продюсированием мероприятий. Ну и также с недавних пор является совладельцем ресторана. И в связи с этим мне хотелось бы, конечно, сегодня раскрыть максимально концепт «Спейс Фалафель», да, так называется, проект Даниэля в комплексе с Виктором Равдиво из холдинга «Ресторатор». Но об этом мы поговорим чуть позже. Я напоминаю номера для связи 6721-2939, 6721-3939, если вы захотите задать какой-то вопрос мне или моему гостю. И номер для WhatsApp-сообщения 230-6191. Даниэль, добрый вечер тебе тоже. Привет, привет, Диара. Привет, привет. Ну как настроение? Я начну с этого. Настроение спасибо хорошее. Стараемся не унывать. Ну это видно, что улыбка на лице это радует, потому что я как-то так вот выбираю сейчас гостей, так сложилось, видимо, для этих эфиров, чтобы не нагнетать, потому что сейчас из всех СМИ, Фейсбука, да, все очень плохо, грустно. Мне хочется, чтобы хотя бы вот по понедельникам в 5 часов вечера на наши радиослушатели так улыбнулись, да, слушали, узнали для себя что-то новое. Давай поговорим. У меня раз было такое тебе тоже предложение, что понятно, что ситуация такая, какая она есть, и, в принципе, мне кажется, вообще негативной информации очень много поступает, и мы должны сегодня, несмотря ни на что, попробовать вот провести положительное настроение и подарить, попробовать нашим слушателям какие-то вот положительные эмоции. Мне кажется, сейчас это всем не хватает. Поэтому мы сегодня с тобой несём миссию добра. Супер. Не, мне нравится такое настроение, потому что, действительно, если ходить и говорить только о плохом, ну, собственно, как тогда с ума не сойти. Давай тогда о хорошем, да, начнём с того, чем ты вообще занимаешься, да, то есть как тебя это привело всё в ресторанный бизнес. Расскажи пару слов о себе, о своём профессиональном пути. Я вообще занимаюсь, знаешь, бизнес главный, да, на протяжении многих лет, ивентами, и мы занимаемся организацией различных мероприятий, публичных, частных, и, в принципе, это такое одно из, наверное, основных направлений, с которыми я связан. Также, конечно, я человек достаточно всегда был творческий, и много мы занимались различными музыкальными проектами, и вот как-то меня это привело в итоге сейчас туда, где не ездить. То есть у нас есть ресторан, в котором мы открыли Space Falafel, с моими друзьями, и, ну, в принципе, я к этому давно шёл, мне, ну, нельзя сказать, что это мечта, но идея у меня полос в каком-то самом заведении была уже достаточно давно. И вот, наконец-то, она реализовалась. Ну, я помню, что... Такие прекрасные времена. Я помню, что буквально ещё там пару лет назад Space Falafel — это был такой вагончик, фудтрак, который стоял на там фестивалях, да, то есть можно было попробовать традиционный фалафель, стоя, да, не отходя, как говорится, от кассы. Вот как эта идея зародилась, и как она переросла именно в заведение? Вот этот отрезок очень интересен. Потому что, я думаю, многие ребята начинают с того, что выставляют свою продукцию вот так, там, в рамках фестиваля какого-то. И, ну, то есть, как это было? Смотри, получилось, да, таким образом, достаточно случайно, хотя идея была уже... Где-то вот она зарождалась уже много лет, и побывав, ну, в некоторых странах в подобных, скажем, заведениях ближневосточной кухни, мне показалось, что это было бы круто реализовать когда-то в Риге. Ну, и так получилось, что я познакомился случайно на одном мероприятии с одним чуваком из Израиля, который, оказывается, умеет готовить хумус и ещё там некоторые блюда израильской кухни. И мне показалось, что такая встреча случайная, и почему бы не попробовать что-то из этого сделать. И мы достаточно быстро собрались и, да, работали в таком поп-ап-формате на различных мероприятиях. И это был такой, скажем, проект, ну, совсем не про деньги, не про бизнес, но мы успели, конечно, создать какой-то, даже вот так вот на коленке, собрав эту всю историю, успели создать какой-то имидж и, в принципе, какой-то, можно сказать, бренд, который народ как-то очень быстро полюбил. И мы подумали, что это нужно дать какое-то логическое продолжение. Но эта идея, получается, вы нашли достаточно долго. Когда первый раз вы выставились на фестивале в рамках фудтрака? Слушай, ну, я, конечно, известный творческий, то есть, ну, это очень долго прошло, очень много прошло времени, пока это все зародилось, потому что мне кажется, что еще года, наверное, три назад мы делали с моими друзьями дегустационный ужин с этим поваром и просто я собирал мнение у своих, скажем, там, близких для меня людей, собрал мнение о том, как в кончении на это смотрят и было бы им, там, в перспективе интересно посещать подобное заведение. Вот. И, ну, да, достаточно долго. Ну, то есть, мы два сезона проработали в формате, скажем так, поп-ап летом. Ну, это было не очень много мероприятий, но два сезона получилось. И затем мы очень долго искали уже, когда мы поняли, что это перспективная история, мы очень долго искали помещение. И у нас там была куча приключений, мы там боролись за один объект, потом за другой, и в итоге, когда мы уже все это, наконец-то подписали все договора и запустили процесс строительства, это заняло тоже очень много времени, где-то в общей сложности больше года занимались стройкой, и там, ну, какие-то наши там близкие друзья, кто знает процесс, ну, как знакомые с процессом, с которым мы столкнулись, у нас там что только не было. И, конечно, мы задержались, где-то на полгода, я считаю. То есть полтора года мы запускали проект в таком виде, как он есть сейчас. Слушай, ну, здесь мне кажется, что это вполне себе взвешенное решение, потому что ко мне часто обращаются либо клиенты, либо просто мои там какие-то знакомые говорят, Лера, вот как там за два месяца взяли, на коленках именно, да, открыли ресторан, персонал непонятно какой там набрали, здесь не продумали, здесь забыли и так далее. То есть мне кажется, лучше уже дольше открываться, чем сделать это за два месяца, а потом исправлять свою репутацию и ошибки, которые, ну, были допущены. Понятно, что на старте у всегда, у всех есть там момент черновика, да, когда ты методом проб и ошибок приходишь к тому, что действительно близко и тебе, и гостям, и твоим сотрудникам. Вот, ну, полтора года, год – это вполне себе нормальная цифра для того, чтобы выносить тот проект, который вряд ли ты оцениваешь как коротковременный. Сто процентов. Я человек достаточно такой перфекционист, и очень важны детали, и, конечно, мы и сами там затянули очень много что, потому что мы хотели вот прямо вот, чтобы было именно так, как мы задумали, и это очень много заняло времени, и разработка меню, и дегустации, тестинг и так далее. И, конечно, очень много внимания мы уделили интерьеру в заведении, то есть там, конечно, пришлось провозиться. Про это мы чуть-чуть позже, да, поговорим мы про интерьер и про меню. Часто тоже задают вопрос, почему ты решил, ну, в смысле не тебе, а мне даже задавали вопрос, почему именно такой парный, я бы сказала, да, момент сотрудничества случился именно с Виктором Равдеевым, да, с ресторатором, то есть здесь все дело в том, что это человек с большим опытом, у которого уже много ресторанов, или это просто дружеские отношения, вот как ты решил, что хочешь войти в партнерские отношения именно вот с этим ресторатором, а не с каким-то еще? Я сейчас-то сам не понимаю, как мы дошли до такого. Нет, я шучу, на самом деле Виктор, в первую очередь, мой близкий друг, много лет, мы с ним знакомы не так, конечно, как с тобой, вообще с детства, действительно. Да. Мы с ним уже 6 лет близко общаемся, и для меня очень важный был момент принятия такого решения, потому что, с одной стороны, мы друзья, и понятно, что в бизнес, в каких-то процессах отношения могут накаливаться, но для меня он, во-первых, я его считаю очень серьезным специалистом, да, в этой индустрии, и он для меня надежный партнер, я ему доверяю, и это очень важно в выборе, мне кажется, людей, с кем ты сотрудничаешь. Он, конечно, пассажир на любителя, Ну, я сделал такой выбор, и мне кажется, что наш союз достаточно благотворный, нас вообще трое, есть я, Виктор, и еще наш третий партнер Георгий, который тоже из, скажем так, ну, он, скажем так, в разных дисциплинах себя проявил, но имеет большое отношение также к ресторанному бизнесу, и, в общем, у нас вот такой тандем из трех людей, где каждый выполняет свою функцию, каждый стоит на своем месте, и, в принципе, достаточно комфортно в таком формате работать. То есть каждый занимается своим делом, и я стараюсь не лезть туда, где я не очень много, что пока еще понимаю. Также у меня полная свобода действия вот в моей зоне компетенции, скажем так. И вот как-то так. Если мы говорим про меню, да, ты уже немножко начал дегустации, скажи, какая была у вас дорога? То есть был шеф-повар, от которого уже росли блюда, или были сначала какие-то ваши задумки, и потом вы пытались найти себе шеф-повара, который максимально это смог бы, как художник, когда нарисовать? Ну, в ходе процесс, составление меню был достаточно тоже непростой и длинный. Во-первых, мы просто обменялись своими идеями и визией, ну, как бы концепт меню между собой, в личной переписке. Затем мы вместе отправились, полетели с партнерами в Израиль, посетили все главные заведения, где мы хотели просто, не знаю, почти какого-то вдохновения, скажем так, или каких-то идей. Далее мы подключили, скажем так, баншефа из Израиля, из одного очень крутого ресторана, который уже приехал сюда в Ригу и обучал нашу местную команду каким-то, даже, скажем так, несоставленным менюмом привез какой-то фундамент ближневосточной кухни, чтобы мы в этом стали еще более компетентны, и чтобы не было действительно аутентично. И далее уже занимался, уже доработкой финального меню занимался сам Виктор. И, ну, тоже такая достаточно коллективная работа была, но, в принципе, главный человек по меню в итоге у нас оказался каким-то образом Виктор. Виктор, да? Ну, почему смешно? Я не знаю. А как дегустация проходили? Как долго этот процесс был? Дегустации проходили долго, нервно и мучительно, если честно. Я думал, что в один момент на дегустации, я думал, что все развалится. Потому что понятно, что у всех свои предпочтения, кто-то любит более острое, кто-то видит так, кто-то видит так. И, конечно, мы долго сходились во мнениях, но, благо, ну, хорошо, что у нас было много времени для этого. И, в принципе, мы, к сожалению, еще не все идеи наши гастрономические, скажем так, успели реализовать, потому что не все смогли точно доработать. И плюс мы когда-то будем обновлять, конечно, меню, и много чего нового вы еще увидите. Ну, в общем, как-то так в двух словах. Хорошо, это все, что касается меню. Вы собрали израильскую кухню, но у вас при этом присутствуют такие достаточно, я бы сказала, как вот есть твисты на коктейли классические. У вас есть твисты на традиционные какие-то блюны. Например, у вас есть бургер, который вряд ли у кого-то прям очень ассоциируется с израильской кухней. Вы решили не делать этот ресторан совсем таким узко-аутентичным, если можно так выразить. Это все равно какая-то такая модернизация культуры, да, древней. У нас на самом деле тоже очень много было дискуссий именно в момент формирования в составлении меню. То есть мы очень долго спорили, нужно ли нам вставлять такие позиции, как бургер, или там, например, у нас были сырники на завтрак. То есть, что в принципе... Ну ладно, сырники еще можно, конечно, притянуть, это чуть-то там какая-то с еврейской, скажем так, историей. Бургер, конечно, отношения к ближневосточной кухне не имеет никакого, но мы сделали свой твист на него. Да, у нас бургер, на самом деле, как бы это английский не было в нашем израильском ресторане, бургер одна из самых вообще ходовых позиций. Во-первых, он действительно самый мощный, мне кажется, который я проводил в Несвеге, очень интересный. Мы туда добавили израильский салат, у нас есть такой фалафель-крем, мы добавили туда цветную капусту, баклажан, в общем, ингредиенты, которые используются в израильской кухне, и он получился реально классный, и многие люди по нему скучают, потому что пока что, вот в этот момент, когда мы работаем в таком, чуть-чуть, скажем так, кризисном формате, у нас его пока что нету. И люди ждут, когда он снова появится. Ну вот ты сказал, да? Я не понимаю этого вопроса, да, то есть мы достаточно флексибл, скажем так, и у нас каких-то сейчас вот нету рамок, которые мы для себя поставили, потому что там в том же, скажем, Израиле уровень гастрономии, поет фантазии, ну, такой колоссальный, что можно делать все, что угодно, да, и я думаю, что чем дальше мы будем развиваться, тем меньше у нас будет классических, скажем так, израильских блюд, да, потому что мы мы хотим чуть-чуть уже в обновленном меню, хотим еще чуть-чуть поиграться, пофантазировать, то есть мы двигаемся в сторону, скажем так, ближневосточного гастрономического ресторан-бара, да, то есть мы, в общем, открыты к экспериментам. Ну вот мне почему-то кажется, да, я у вас была уже несколько раз, что вот этот твист на блюдо, он отражается также и в самом интерьере, то есть если я вспомню большинство израильских мест, в которых я была в мире, да, я не говорю сейчас про Ригу, то это, наверное, первое место, которое совсем, ну, с первого взгляда не похоже на то, что ты в гостях там у еврейской мамы, например, да, то есть оно такое действительно модное, в нем очень крутое сочетание и дизайнерских решений, и при этом очень удобное, я бы сказала, и практичное зонирование, да, то есть есть места и для компании, и для того, чтобы провести какой-то романтический вечер, и просто для встречи с друзьями, или с подругой, да, за бокалом вина. Про интерьер, что вы закладывали в создание, потому что интерьер, он очень харизматичный и запоминающийся, что вот для меня, ну, как одно из таких основных факторов, на что я всегда, всегда обращаю внимание при входе в заведение. Ну, смотри, во-первых, у нас, у нас не еврейский ресторан, да, у нас он израильский, и... Ну, я условно, да, сказала, что ассоциативно. И понятно, что он, есть классный концепт, больше семейного такого формата, да, как, например, есть вот ресторанчик приятный Старой Риги, тоже с израильской кухней. прям на волнутошку. У нас немножко другая история, плюс, конечно, в интерьере я бы хотел немножечко отобразить, ну, как-то из себя, да, чтобы мне это было комфортно, и чтобы интерьер создавал, скажем так, условия для того времяпровождения, которое мы там запланировали, скажем так, да, то есть это тоже была огромнейшая работа по созданию этого интерьера, и изначально идея задумывалась таким образом, что как в Израиле устроены там многие заведения, там, ты приходишь там на рынок Яфа, там покупаешь несколько тарелок, там находишь два стула, у друзей ты берешь, там, не знаю, стол, у бабушки своей ты там собираешь еще что-то, не знаю, там, приборы столовые, и получается такой ближневосточный, mix and match очень колоритный, мы все-таки хотели этот, такого, скажем, такой хаотичный такой бардачок чуть-чуть упорядочить, да, и мы сами для себя назвали, скажем так, концепт этого интерьера нордический Яфа, такой вот типа рынок, да, потому что у нас... Боже, сочетаемое, сочетание несочетаемого, да? Да, то есть у нас в первую очередь, да, что это означает? У нас колоссальная, я считаю, коллекция мид-сенчери объектов, у нас вся мебель собиралась, это было просто мучение, мы потратили на это, я не знаю, вообще ни одного человека в стране, кто потратил больше времени на поиск одной или другой вещи, то есть мы прямо занимались охотой, у нас был, можно сказать, даже штат людей, который был направлен на поиски конкретных вещей, которые мы хотели видеть в интерьере, да, то есть у нас практически не практически, у нас все стулья, у нас винтажные, со всей Европы мы собирали поштучно, это был просто, это был, ну, адский процесс, у нас все светильники, лампы, все, тоже там отовсюду, мы там надыбали, и это было достаточно тяжело, ну, по итогу достаточно круто, мне кажется, это все выглядит, и занимались этим, главный дизайнер, это мой тоже друг, с детства, мы с ним что только вместе не делали, и еще когда-то, когда занимались мероприятиями, представили компанию Studio Monolith, это Саша Василенко, он был главный дизайнер, также помогал один очень крутой архитектор из Израиля, с которым, в принципе, мы эту идею для себя разработали, что это должно быть, и чему мы хотим последовать в плане интерьера, и ну вот, как-то так, заходите, если кто-то не был, действительно, интересного, куча деталей интересных, и там с душой, конечно, все это сделано, мы там собирали, там у нас марокканская плитка по дому местечке, там такая-то плитка в другом, там ручной работы, короче, это был, если честно, я не представляю, откуда у нас было столько вообще энергии, и как-нибудь так воодушевились этой историей, что мы так в это все углубились, потому что второй раз, я не уверен, что я был бы готов, наверное, пройти этот этап, но он себя явно оправдал. Нет, ну это очень круто, что вы так отнеслись, действительно, потому что красота, она, знаешь, как в деталях, и я еще раз повторюсь, для наших радиослушателей я была там несколько раз уже, и действительно, я очень-очень запоминаю то, что необычно, что в какой-то момент пошла в Риге волна, что все заведения стали закупать абсолютно одинаковую посуду, делать абсолютно одинаковую цветовую гамму, то есть интерьер переставал быть с характером, да, это просто как какая-то пластиковая кукла, да, как говорят, вот, поэтому здесь я вот точно отдаю вам свое уважение по хвалу за то, насколько это стильно, насколько это качественно, и что дорого, это не значит там в люстрах каких-то, да, это значит, что каждая вещь, она с историей, ну вот, мне кажется, в этом самое главное раскрытие вашего концепта, именно если мы говорим про интерьер, вот, хорошо, касаемо именно концепта самого ресторана, ты уже упомянул о том, что это не совсем вот как в старом городе Шамнаве-Салта, да, какие твои вот такие три bullet points, на что ты и твоя команда опираетесь при приеме гостей, как ты себе видишь, вот, если бы тебя, да, спросили в Space Falafel это и вот три пункта. Три пункта? Да. Это это лайфстайл, атмосфера и гостеприимство в первую очередь, ну, наверное, так, да, супер. Я бы так сказал, то есть, может быть, если бы было больше времени подумать, я бы еще что-то умное сказал, но, ну, конечно, наверное, не, пускай останется так. Ну, и, конечно, вкусная, как мне кажется, вкусная еда. К нам приходят израильтяне, и вот у нас здесь есть несколько сейчас друзей появилось, друзей ресторана, скажем так, несколько израильтян остались в Риге из-за всей этой ситуации, они будут улететь, непонятно вообще, когда вернутся, и они к нам приходят, по несколько раз за неделю, сидят и вот мечтают, как когда-то они окажутся дома обратно в телевизию себя. В общем, ну, для меня это достаточно высоко, ценный, скажем так, индикатор, когда приходят люди, скажем так, которые в этом разбираются, играют, что им все устраивает. Ну, как тоже говорят, если вы прилетаете куда-то за границу на отдых, то идти надо туда, в тот ресторан, где сидят местные, вот, поэтому здесь, в принципе, это тоже тебе такая галочка, плюс, то, что сами израильтяне тоже выбирают твое заведение. Если мы поговорим уже про конкретно твою роль, чем ты занимаешься в Space for Life или что для тебя, возможно, на данном этапе или за этот период было самым сложным, возможно, это какие-то оперативные решения, возможно, это HR или конфликтные ситуации с гостями. Вот интересно твое мнение услышать на этот счет. Если честно, я, мне кажется, занимаюсь тяжело сказать, но то есть на стадии разработки проекта я полностью занимался, скажем так, всем строительством, разработкой дизайна, бренда и вообще всей, скажем так, визуальной коммуникацией этого проекта. Сейчас я поддерживаю жизненные стороны, я не знаю, ну, то есть приходится делать все, любые мелочи, все очень важно и стараюсь помогать и вникать, пока у меня есть такая возможность, я стараюсь вникать в любые, скажем так, процессы, которые происходят у нас в заведении. И будь то вопрос персонала, какие-то там, не знаю, внутренние конфликты, недопонимания, какие-то там, любые детали, и, ну, то есть, постараюсь заниматься всем. Ну, если мы выделим, что вот действительно тебя, возможно, уже успело разочаровать вот в этой сфере, потому что я считаю, что ресторанный бизнес это один из самых сложных бизнесов, да, потому что в нем укомплектовано сразу несколько направлений, да, которыми, навыками, точнее, ты должен обладать абсолютно разносторонними, вот, поэтому вот я и задаю тебе такой вопрос, вот так как для тебя это что-то новое, что тебе дается тяжело, тяжелее всего? Мне что дается тяжелее всего? Мне, конечно, неприятно, если гости остаются недовольны чем-то. Да, то есть, меня это достаточно близко принимаю к сердцу, и, как я говорю, ну, хочется все доводить до какой-то идеальной, да, скажем так, черты, и когда это по каким-то причинам не всегда получается, я, конечно, очень расстраиваюсь, если кто-то не остался довольным. А что ты делаешь для того, чтобы это исправить? Вот, каков уровень твоей клиента ориентированности, решения конфликтных ситуаций, что ты готов предложить? Я всегда разбираюсь в ситуации, пытаюсь понять, из-за чего она произошла, я всегда в стороннем порядке общаюсь и с нашим персоналом, и пытаюсь связаться с клиентом и с гостем, скажем так, и получить от него какой-то фидбэк. И, в принципе, в большинстве случаев гости с удовольствием делятся этой информацией, и, конечно, мы их приглашаем еще раз, там, всегда чем-то угостим, и так далее. Ну, то есть, сейчас я чуть-чуть стал получше с этим ориентироваться, так, конечно, на момент совсем открытия, тогда ты еще совсем теряешься, не совсем понимаешь, как нужно действовать, конечно, были всякие неловкие ситуации в том числе. Вот, сейчас, ну, мы сконцентрированы, конечно, на том, чтобы гость остался доволен, да, то есть, оставить наилучшее впечатление о себе, как человеческое, так и о нашем бизнесе, о нашем заведении. Ну, это правильно, это правильно. Вот, ну, я не знаю, ресторанный бизнес, он очень, мне кажется, он очень, ну, уровень стресса просто, ну, сумасшедший, да, то есть, ты никогда не знаешь, откуда что прилетит, ну, то есть, каждый день происходят какие-то ситуации, просто, ну, то есть, это просто бескончаемый поток каких-то, скажем так, непредвиденных ситуаций, ну, вот, то есть, если этим, мне нравится этим заниматься, да, ты в этом ковыряешься, ковыряешься все время, тогда все, в принципе, хорошо. Так, если ты это отпускаешь на самотек, то я думаю, что крах неизбежен, вот, поэтому... Ну, да, с другой стороны, это живой организм, и с ним нужно жить в одну ногу идти, да, потому что иначе, действительно, это не конвейер, где ты нажал на одну кнопку, и все работает, как часы, да, есть разные способы автоматизации, оптимизации, но все же, да, личное присутствие здесь самое главное. Хорошо, давай тоже поговорим, в принципе, про развитие израильской культуры, да, израильской кухни у нас в Латвии, в Риге. Насколько я помню, у нас было, по крайней мере, три ресторана, которые себя так позиционировали, это Шам Новесалта, который ты упомянул в старом городе, это 7.40, кафе, брееврейское общение, и Зула, на Терботес, который проработал очень мало, да, насколько я знаю, он закрылся, его больше нет. Вот как ты думаешь, почему нашим рижанам... Ну, что перебивает, ну, вообще был еще, всегда ресторан назывался Шалом, в принципе, мне кажется, вот первый... Шалом, да, где он был? Да, он был на улице Бриана, на углу, и он был много-много лет, и было классное заведение, такое традиционное, еврейское, израильское. Окей, извини, что перебил. Нет, все хорошо, это я, наоборот, не знала. Видимо, это было давно. Очень давно, да. Да, да, я такого не помню. Ну, по крайней мере, в этих трех заведениях я была, я думаю, что они все абсолютно разные, и четверто, собственно, вы вообще, как мы уже обсудили, занял определенную нишу в израильской кухне в Риге. Как тебе кажется, почему нашим посетителям местным, да, рижанам, так по душе вся эта израильская тематика? Почему люди, как только узнают, что открылся, не очередной итальянский ресторан, а израильский, радуются гораздо больше? Ну, во-первых, мне кажется, что культ этой еды, он присутствует, глобально, да, скажем, в мире. Да, есть куча известных израильских поваров по всему миру, и, как бы, скажем, тренд ближневосточный, то есть, история, он уже достаточно давно популярный. Во-вторых, еда, скажем так, очень красочная, если так можно сказать, очень насыщенная, интересная, и очень много полезных блюд, очень много вегетарианских блюд, веганских и так далее. Дути, все-таки, сейчас, мне кажется, побольше следят за своими здоровьем, и за тем, что они употребляют за столом. Поэтому действительно много полезных блюд из овощей и так далее. В общем, это тоже, наверное, один из, наверное, показателей. А был ли ты сам в этих перечисленных... По поводу урильских заведений, я тебе скажу так, ну смотри, например, ресторан Шарм Ногасалта, мне очень нравится, это маленький семейный ресторанчик с обаятельной женщине, которая там работает, сама обслуживает гостей. И семья, которая вернулась из Израиля, они отлично разбираются в продукте, и у них там очень уютно, классно, и ты оттуда сюда приходишь, уходишь с улыбкой на лице. Там, мне там очень приятно находиться. И по поводу 7,40, слушай, это, во-первых, заведение, это не ресторан, это больше такая кафе, да, кошерная, которая по всем правилам кашрута, и таких у нас мест практически нет в Лидии, да, но я на самом деле там вот давненько не был, я не знаю даже, сейчас работают ли они или нет, они находятся в здании еврейской общины. И ресторан, ресторан Зула, слушай, тяжело написать комментарий по поводу этого заведения, оно было, мне кажется, не совсем, не совсем как-то они подготовились к открытию, и идея израильского ресторана глобально это всегда неплохо, но мне кажется, там что-то было не совсем с концептом, потому что один из владельцев заведения, ему принадлежали стейхаусы, артистинские я забыл, как они называются, эльгаучо, и они туда попытались запихнуть еще целую карту мяса, и, короче, немножко было размыто, мне кажется, меню, потом ценообразование тоже, мне кажется, было такое, ну, сомнительное, и, ну, короче, ребята, мне кажется, что-то там, вот они не до конца подготовились к процессу. Я тебе вышлю, у меня есть подробные обзоры на Ишамна Весалта и Зула, почитаешь, сравнишь, что из плюсов, из минусов можно для себя выделить. да, ну, давай тоже, раз уж у нас сегодня такой, конечно, позитивный эфир, но как-то вот мы должны все равно хотя бы пару слов, да, у нас там где-то 10-12 минут остается до окончания эфира поговорить про всю эту ситуацию, потому что, я думаю, тебя она затронула в любом случае, так как ты, с одной стороны, связан с мероприятием, с организацией праздников, ночных мероприятий, да, когда происходят такие вечеринки, которых у нас в Риге никто не делает, сейчас все это остановилось, да, естественно, вся ночная жизнь в рамках дивана, дома, да, и на этом все. И также, соответственно, с рестораном, в итоге только открылись и ввели эти все правила. Вот что ты почувствовал в твоей первой мысли, когда узнал о том, что у нас вводится чрезвычайное положение и закрываются границы и все-все-все. Что я почувствовал, но я реально офигел. Да, конечно. Да, то честно, да. Мы, считай, открылись 10 января в этом году. Мы достаточно так успешно, мне кажется, запустились и только начали чуть-чуть себя комфортно уже ощущать в заведении. Поняли, как нам нужно работать. Чуть-чуть персонал привык к этим, скажем, темпам и так далее. И выработали для себя какое-то вообще видение, как это должно все происходить. И, конечно, эта вся ситуация, она явно была непредсказуема для нас. И, естественно, мы очень расстроились. Это, скажем, хоть в этот проект вложено много, скажем так, сил и души, конечно, это в первую очередь бизнес. Да, и это не было в наших планах, скажем так. И это очень неприятно. У нас сейчас, если у нас работало в смене иногда 10 человек, сейчас у нас работает двое. Да, и слава богу, хоть сейчас уже есть что делать. Потому что мы запустили там быстро, подключились ко всем доставкам, и у нас какая-то все-таки сформировалась за это все время какая-то лояльная аудитория, которая приходит к нам и пытается как-то поддержать. то есть, ну, все равно я не представляю, когда мы вернемся на прежние показатели, да, с которыми мы двигались. Это первое, да, что касается ресторанов. Ну, еще, конечно, для меня удивительно то, что наше заведение не получило, как, в принципе, огромнейшее количество предприятий, которые подали заявку на какую-то поддержку, компенсации, там, и, ну, то есть, нас поддерживать отказались, потому что мы, потому что мы еще там недолго работаем, скажем так. Что мы должны показать, что там какая-то система, что нужно сравнить оборот прошлого года. Да, 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 на 1 марта 2019 года. И они считают, что мы не заслуживаем поддержки. Я считаю, что наоборот, молодые заведения, которые только запустили свой бизнес, их нужно поддерживать, чтобы они оставались на полу. То есть, это для меня удивительно, что так происходит у нас в стране. И вообще, эта вся поддержка, она, мне кажется, какая-то очень... На словах, но не на действия. Специфическая, да, и мне это кажется очень странно. Ну, я с тобой полностью согласен. Получить такие средства, да, то есть, спасение, скажем так, страны, выход из кризиса, но что вообще происходит, кого поддерживают, для меня это загадка. Могу тебе пожать руку, сказать, что я в такой же ситуации, потому что я тоже подала заявление о получении пособия на свое предприятие, да, на свою компанию консалтинговую, на своих сотрудников, которые у меня там числятся, и вид мне тоже отказал, и отказал по той причине, что на 1 марта 2019 года оборот был меньше, чем на оборот на 20-го года 1 марта, и когда я ему сказала, что, ну, понимаете, что я свой бизнес развиваю, естественно, год назад я там зарабатывала меньше, чем спустя год. Сказали, ну, извините, сами виноваты, и все, да, хотя ты там приводишь все аргументы, что я, просто напрямую связана с ресторанным бизнесом, поставляю людей, предоставляю рабочие места, и 16 марта и моя работа остановилась, но, естественно, никто слушать не готов, да, и как бы вот пособия я в том числе тоже лишилась, к сожалению. Это высокий уровень, это высочайший класс, и, например, то есть, даже, ну, окей, хорошо, что у нас хотя бы есть возможность работать, да, потому что там во многих странах вообще это там как российские, потому что просто закрыли вообще все рестораны, там, конечно, своя история тоже специфическая. Окей, мы продолжаем работать, мы стараемся, но окей, мы конкретно хотя бы можем как-то еще существовать, мы это делаем просто, чтобы не, чтобы задействовать персонал, да, чтобы ребята хоть могли как-то существовать, потому что сейчас потерять работу для многих это, ну, катастрофа, да, и мы стараемся, вот, наш коллектив держать вместе, но в то же время, следуя всем ограничениям, если у нас, например, 50 посадочных мест, то по правилам, которые введены, мы можем сейчас посадить при нашей, скажем так, планировке, да, при нашей всей мебели, следуя всем правилам, можем посадить 14 человек только, ну, то есть, следуя, на 70 процентов меньше можно принимать гостей, понятно, что в общем, в этом всем информационном поле люди, естественно, не сильно хотят вообще посещать публичные общественные заведения, то есть, оборот, естественно, катился, ну, первые дни вообще просто это там произошло там на 90 процентов. Конечно. Ну, как бы, мне кажется, что нужно помогать, конечно. А скажи пару слов про, у нас, да, совсем мало времени остается, про такую, да, пять минут, подсказывает наш звукорежиссер Родион Золотарев, про шейк Шука, что это такое, как пришла идея, с Сергеем Ананевым запустить такой, опять же, позитивный вайп во всех этих грустных настроениях, вот, расскажи об этом тоже. В принципе, это, да, это главная, главная задача была, это тоже какую-то принести нотку, скажем так, положительных эмоций для наших друзей, к которым мы скучаем, и я со многими там, ну, во время всей ситуации вообще уже не виделся, да, личного, контакта никакого нет, и мы хотели хоть как-то попробовать онлайн собираться с нашими, скажем так, с нашей аудиторией, которая у нас присутствует. Ну, идея такая, что это музыкальная передача, где мы там пытаемся что-то бубнить по утрам, по субботам, с 10 утра. Пока что у нас динамика очень успешная, каждая передача хуже и хуже только становится, потому что мы пытаемся разбираться с техническими вопросами, у нас все время что-то не получается, нас блокируют всякие компании по авторским правам, ну, в общем, под каждым, мы еще разбираемся с этим процессом, но я думаю, что это мы скорректируем. Вот, но идея появилась оттуда, потому что мы хотели запускать музыкальные завтраки у нас в заведении, должно было произойти как раз где-то в этот период, и нам показалось, что было бы очень круто, что ты приходишь к нам в ресторан позавтракать, у тебя играет какой-то там, не знаю, джазикс, пластинок, в общем, показалось, что это интересная история, ну, и пока что-то она перешла, как и многое другое, в такой онлайн-формат, и вещаем по субботам где-то с 10 утра в этот примерно момент, пока технические, да, все моменты? В прошлую субботу мы подключились в пол первого дня в итоге только, и, в общем, ну, ничего, сегодня у нас первые выпуски, было достаточно много просмотров, за один день где-то 5,5 тысяч. Ну, это очень хорошие показатели, действительно. Да, это неплохо, ну, в общем, суббота, 10 утра, шейк, шука, ищите в инстаграме меня, у Спейс Фалафеля, и у Сереги, и Костя, диджей Мэйк, наш технический человек, который на эфир в 10 утра просыпается в 9.58. Ну, короче, у нас такая чудо-состав. Но все с пониманием относятся, конечно, лучше добавить серьезности и профессионализма, но как есть. Такие вот будут чуваки. Ну, обещал, видишь, позитивный эфир на такой ноте и, собственно, заканчиваем. Твои пару слов, да, у нас остается буквально минута. Может быть, ты хочешь что-то посоветовать, пожелать вот рестораторам, гостям в этот непростой период? Ну, я желаю всем положительных эмоций, держитесь. всем глобально сейчас нелегко. Это пройдет. Сто процентов. Как-то мы все выкарабкаемся и соблюдайте меры безопасности. Мойте руки и все остальные места личной гигиены. Короче, не грустите, по-моему сказать. Спасибо. Все будет хорошо, все будет хорошо. Лера, спасибо тебе. Спасибо огромное. И привет Родиону, моему соратнику. Кто не знает, это не просто человек, это звукорежиссер, это мощнейший коллекционер винила и диджей. Вот. Вот так еще нашего звукорежиссера Родиона Золотарева никто еще не представлял, да, Родиона? Ой, Даниэль, спасибо огромное за эфир. Я желаю тоже не падать духом, ну, собственно, ты не падаешь, это видно. Держитесь всей командой. Желаю максимально без таких болезненных последствий выйти из этого кризиса, да, чтобы все было, чтобы вы развивались. Вот. Напоминаю, да, сегодня в нашем эфире был Даниэль Марьяш, организатор мероприятий и совладелец ресторана Space Falafel. Ну, а мы встретимся с вами в следующий понедельник. В студии была я, Валерия Иванова, и до следующего раза. Доброго вечера. Ура, ура, ура. Пока. Пока-пока, Даник. Спасибо. Спасибо.